Как делишки, ребятишки? С вами снова Эдисан, добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем проходить 10 финальных, финальных способов умереть. Кто не помнит, то предыдущие две серии мы уже испытали на своей шкуре, как нам умереть уже 20-ма различными способами. И сегодня нам осталось 10 финальных. Да, ребята, я думаю, это будет круто, потому что карта, если честно, мне понравилась, да. Но в принципе, в принципе, ребята, если вы хотите больше таких карт, если вы хотите, чтобы больше я проходил вот такие замечательные, прям замечательные карты, все, что от вас требуется, это просто поставить лайк. Я очень сильно люблю своих подписчиков, я выпускаю для вас видео как можно чаще, как можно длиннее. Поэтому, ребята, если вы хотя бы немного меня уважаете, если у вас хотя бы есть немного тоже любви ко мне, то, пожалуйста, поставьте лайк. Ведь если мы добрем 700 лайков, я вам обещаю то, что я завтра уже найду какую-то крутую карту и завтра же выйдет прохождение следующей карты. Это действительно, в первую же очередь, будет для меня очень приятно. Еще раз повторюсь, я очень люблю своих подписчиков, поэтому, если ты хочешь, чтобы ты нашел большой дружью и семью, все, что тебе требуется, это просто-напросто на меня подписаться. Я действительно буду счастлив очень сильно. Также можете оставить свой комментарий под этим видео, ведь я читаю ваши комментарии и также на них отвечаю. А мы, ребята, приступаем. И что мы сейчас будем делать? Как называется этот уровень? Называется он пик туннел. То есть, какой-то туннель свинюшек. Тут у нас есть свиня, да, то есть, в принципе, нам нужно ее заспамнить, как я понимаю, одеть, сесть на нее. И она, в принципе, должна ходить, да? Вот. Ходи, свинюшка, ходи. А дальше? Хм. Вот, как я понял, нам нужно... А-а-а-а. А-а-а-а. Нам нужно выпасть с мира, да, как я понял? Хм. Значит, свинюшка, давай-ка ты потопаешь вот сюда. А почему именно на свине? То есть, а там, что ли, нету каких-то... Ох, ни хрена себе. А, а может... А может... А может... Так. Свинюшка, ты куда меня завела? И че мне... Свинюшка. Я понимаю, что это очень круто заспамиться и... И быть в стекле. Ну, подожди, а как мне сейчас выбраться? Ага, то есть, если я спавню еще одну свиню, то она появляется. Жалко, что вы меня убить не можете, свинюшки. Это было бы реально круто. Жалко. Только я понимаю, что я сейчас застрял. Нам, походу, то ли туда нужно, то ли еще куда-то. Я не могу сейчас никую... Я даже не могу сесть на свиню, или я даже не могу выбраться. Не, ребята, я не могу вообще ничего сделать. То есть, мы, походу, даже забагали этот уровень. Разработчик. Ты что-то тут намудрил. То есть, смотрите, если мы вылазим отсюда со свиньи, мы больше не сможем ни сесть, ни еще что-то. То есть, как видите, они просто-напросто забагались. И мы... О, спасибо, крутая ачивка. И мы, в принципе, вот. Ничего не можем сделать. Ух ты. Вы уже там начпокались? Уже тут маленькие свинки появились. Не, ребята, в принципе, мы ничего тут дальше не можем сделать. Да иди ты в пень. Нет у меня морковки. Что ты меня хочешь? Не, мы, в принципе, больше тут ничего не можем сделать. Если только вот так, таким способом. Потому что вы сами видите, то, что другого выхода у нас нет. Это все забагалось. И я не знаю, что разработчик хотел сделать. В принципе, да. Если вот так проходить, конечно, мы можем пройти. Вот так. То есть, давайте не будем учитывать тот вариант, что мы разнесли стекло. Потому что, в принципе, мы забагались. А вот так мы прошли уровень. Все. Никаких претензий. Начальник. Я не виноват. Это так произошло. Я тут ни при чем. Лава, джамп. Эм, ладно. Нам нужно прыгнуть в лаву, да? Как-то прыгнуть. Вот ту-ду. Ух ты, нифига себе. А тут что у нас? Спанхорс. Тут у нас есть конячка. У нас есть тут конячка. Угу. А как я это сделал? Она что, просто так высоко прыгает? Нифига себе. Лада, 23 уровень. Что-то ждет тебя наверху. Вот ту-ду. Что меня ждет наверху? Ааа. Смотрите, ребята. Тут у нас есть лестница. Нет, мы там ничего не можем увидеть, но я знаю, что там. Я сто процентов знаю. Я обдаю свое. Я не знаю, ребята. Это очень просто. Мы как только нажмем, это как будто, знаете, вот у нас уже так много раз троллили. Мол, что делать? Мы же не нажимаем на эту кнопочку сразу, потому что это подсказка. Мы сначала сами думаем. Когда мы уже не знаем, что делать, то мы нажимаем на эту кнопочку. Но сейчас мы ничего не можем сделать. Мы нажимаем на эту кнопочку, вагонетка с динамитом 100% сюда поднимется и упадет на нас. Что? Что сейчас упадет на тебя с неба? Конечно же, вагонетка с динамитом. То есть, это было, ребята, очень, очень просто. Кактусы везде. Ну. Как-то не очень он постарался над этим уровнем, потому что вы сами видите, что это очень просто. И очень просто, тут ничего необычного нету. Auto-kill. Да. Фантазий не хватило. Я только что сказал, что очень было просто то, чтобы убиться об кактус. А в 25 уровне он нам представил Auto-kill. То есть, мы просто умерли. Так же, как это было несколько уровней назад, когда мы просто появились в комнате. В течение написало, что это за звук, и комната просто сразу взорвалась. То есть, можно сказать, тоже Auto-kill. А сейчас нас просто убили с помощью команды. Да. Ладно. Deadly Music. То есть, убийственная музыка, да? В инвентаре ничего нету, нам 100% нужно опять сюда нажать. То есть, ребята. Ты можешь поставить мне какую-то музыку для меня? Конечно. Да. Ладно. В принципе, это тот же Auto-kill, только с музыкой. Походу, на последний уровень у автора уже просто фантазии. Не хватило, и он начал делать вот такую фигню. Что сделать? Ой, я даже не представляю, что мы можем сделать на этом уровне. Может, спинку себе почесать, или еще что-то. Это последние 10 уровней уже просто Auto-kill, которые нас убивают на самом старте. Wolf Attack. Так. Дайте я подумаю. Сейчас мы нажмем на эту кнопочку, появится злой волк и убьет нас. Не может быть. Нет. Не трогайте меня. Не трогайте меня. Не трогайте меня, пожалуйста. Я хороший. Дайте я вас приручу. Вы очень хорошенькие волчоночки. Не трогайте меня, паскуды. Не трогайте. Я вам косточки принес. Опа, паркор. Опа. Нет. Все-таки, все-таки не убежали. Ладно, 29 уровень. Копия 28 уровня. Охренеть. Я вам говорю, в авторах уже просто фантазии не хватило, чтобы закончить эту карту. Мне кажется, первые 10 уровней на этой карте были намного интереснее, чем 10 последних, которые, по сути, финальные. Которые должны быть вообще захватывающие, чтобы ждать, например, прохождения, продолжения этой карты. А может еще 30 убийств. Но, походу, автора просто фантазии не хватило. Как называется этот уровень? Что? Что движется на тебя снизу со шторма? Какого шторма? What was that? Волнья. Автор, у меня просто нету слов. Честно, вот офигеть просто. 30 способов умереть. Контрэпшин. Ну, это нам показывается, с чего вообще... Да хоррэ, Зеус там балуется нафиг. Или там на туалете сидит. Я понимаю, у тебя там пучок нафиг вылазит. Но... Твою мать. А есть ли Везр? Я не знаю. У него, походу, заклинило. Ладно, будем просто смотреть. В принципе, ребята, на этом мы уже будем заканчивать. Я разочарован, если честно, в этих последних 10 уровнях. Это бред... Полнейший, который я только видел. Первые 10 уровней были фантастическими. Вторые 10 уровней были вообще нереальными. То есть, первые... Вот первые две серии мне понравились. Потому что там были реально захватывающие уровни, захватывающие прохождение. Что автор намутил в этих последних 10 уровнях? Это только ауто-убийство. Вы появляетесь, то вас убивает команда. Вы появляетесь, спавните волка, он вас убивает. Он даже написал то, что... Одна... Один уровень... Он его... Твою мать, я случайно пнул стол. Он даже написал то, что... Один уровень у него называется... Копия предыдущего уровня. Так и называется. И мы делаем точно то же, что мы делали в предыдущем уровне. Или мы... Нам дали пластинку, она нас убила. Или мы нажали кнопку, нас убил Тинти. Или нас просто убили. Или нас... Офигеть, честно. То есть, если в первых 10 уровнях... В первых 20 уровнях нам нужно было что-то хотя бы думать. Придумывать. Придумывать. Что же нам делать, чтобы нас убило? А может... Ага, а давайте, может, вот так попробуем. Как я, например, пальну со всем же зелеварением нафиг. А вот тут просто автоубийство, это уже реально бред. Я не знаю, честно. Все же я надеялся то, что... Я прям, знаете, с таким... Так уже ожидал. Как можно быстрее пройти эту же карту? Потому что 10 последних убийств, мне кажется, вообще будут нереально крутыми. А тут... Какашка. Ну ладно, в принципе, ребята. Я буду пытаться найти еще такие карты. Ну или хотя бы похожие. Ведь это можно сказать то же самое, как, например, насколько ты хорошо знаешь Майнкрат. Потому что тебе нужно было найти много всяких способов, чтобы убить себя. И это круто. Это круто. Ну, ребята, будут ли выходить такие... Вообще не такие, а вообще прохождение карт. Будет ли оно выходить или нет, зависит только от вас. Потому что, ребята, я люблю своих подписчиков. Я прислушиваюсь к вашему мнению. Если вы хотите продолжение, значит будет продолжение. Но все, что я хотя бы у вас хотел бы попросить, это просто-напросто поставить лайк. Ведь если мы наберем 700 лайков, я вам обещаю то, что... Прохождение следующей карты выйдет или завтра, или как только я найду какую-то стоящую карту. Поэтому, ребята, вы знаете, что делать. Я выпускаю видео как можно чаще, как можно длиннее. Выражаю, можно сказать, свою любовь к вам. Вы хотя бы тоже выявите хотя бы немного уважения. Ребята, также не забываем подписываться на мой канал. И я рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Каждый подписчик для меня как друг. Поэтому, если ты хочешь стать моим другом, просто подпишись. Я действительно буду очень сильно этому рад. Также вы можете оставить свой комментарий под этим видео. Ведь я читаю ваше сообщение, я общаюсь с вами. Если у тебя возник какой-то вопрос или даже пожелание, совет, ты можешь написать его в комментариях. В комментариях я его обязательно прочитаю и также на него отвечу. И, в принципе, также можете добавить меня в друзья в ВКонтакте. Ссылочка в описании. А мы, ребята, в принципе, будем заканчивать. Еще раз всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok